Датчанин Иохим Нилсон умеет маневрировать в потоке информации и может подсказать, где новости объективные, а где так себе. 50 раз в день он хватается за телефон, газету, планшет, даже в кафе просит переключить на новостной канал. Больше всего я доверяю тому медиа, к которому я чаще всего обращаюсь. В Дании это датское общественное вещание под названием DR. Иохим Колумнист пишет для крупных датских газет и их сайтов, но доверяет при этом именно телевидению. Я уверен, что фейковых новостей намного больше в соцсетях, чем на датском общественном телевидении. Иохим не одинок в своих предпочтениях. Почти каждый второй датчанин доверяет местному телевидению и около 60% верят радио. Таковы результаты исследования Европейского обещательного союза. Я думаю, ТВ. Датское радио. Потому что государство их поддерживает. Соседнюю Швецию с Данией соединяет не только этот, печально известный по популярному детективному фильму «Мост». Но и почти одинаковые предпочтения в доверии к видам средств массовой информации. На первом месте радио, на втором – телевидение. Я думаю, главная причина в том, что в Северной Европе очень сильная традиция общественного телевидения. В отличие от постсоветских стран, ни датчане, ни шведы не переживают по поводу возможного вмешательства чиновников в редакционную политику общественного канала, даже несмотря на госпомощь. Ибо в таком случае политик обречен навсегда погубить свою репутацию. Но рейтинги доверия каналов и радио связаны не только с традицией и безупречной репутацией, а еще и с возрастанием волны фейков в интернет-пространстве этих стран. Людям просто надоело играть под дудку ложных вбросов. По этой причине доверие к соцсетям стремительно падает. Заметнее всего в Дании. Такова тенденция и практически по всей Европе. Только треть граждан ЕС доверяют интернету, и только каждый пятый – соцсетям, таким как Facebook, Twitter и так далее. В то же время доверие к радио и телевидению возрастает. С одной стороны, это хорошо, говорят эксперты. Люди начинают ориентироваться в информации и искать надежные источники. С другой, плохо, что в Европе, и в частности Дании и Швеции, государство меньше тратит деньги на улучшение качества соцсетей и интернета, откуда черпает информацию молодежь. Соцсети и интернет – это мидия для молодых. Поэтому, конечно, общественные каналы должны это понимать и больше вкладывать сил для создания хороших историй в соцсетях. Европейская тенденция в корне отличается от ситуации в постсоветских странах, где в поисках объективной информации люди уходят в интернет, не имея сильного доверия к государственным или общественным каналам.